Приоритетом. Так, интересное кино. Вы знаете, почему-то у нас шахматисты, несмотря на то, что 14 минут еще остается, почему-то они уже играют в шахматы Фишера. Это для меня небольшой сюрприз. Похоже, какие-то сокращения у нас происходят, да? Может быть, мы отсчет времени поставили немножко неправильно, но как знать. Итак, шахматы Фишера. Вот мы видим, что слоны с обеих сторон решительно выходят на волю. Я и в матче Корякина сделал такое замечание, и сейчас говорю, что все профессионалы в шахматы Фишера первым делом открывают дорожку для слонов. Это самое главное. Почему-то, с профессиональной точки зрения, уж не знаю почему. Ну и второе, что надо сделать Ферзя каким-то образом вывести, чтобы Ферзь тоже начинал работать. Например, может быть, даже сыграть H4, потом Ферзя на H3 вывести. Но то же самое симметричным образом могут сделать и черный. Вот. Аниш Гири как раз именно эту идею проводит. Он Ферзя выводит, наверное, в район поля H6 или H7. Так, конь Д5. Очень любит Уэсли Со выдружать коня в центр, но пока видите, что этого коня тут готовы приютить, готовы разменять на Ф6. Ну вот мы видим, что белые на самом деле уже сделали рокировку, не ничью. Видите, что король здесь оказался на Ж1, ладья на Ф1. Черные могут сделать то же самое, но на самом деле, я думаю, Аниш Гири и вовсе не хочет этого. Смотрите, ладья на Ж8, вот ладья на Ж8 оказалась на месте. Может быть, сейчас будем просто атаковать белого короля, который здесь оказался на поле Ж1. Вообще, когда люди делают рокировку в шахматную партию, обычно идея-то такая, чтобы предоставить королю убежище. Чтобы он стоял тихо, комфортно и, соответственно, не подвергался атакам. Так, H4. Ну, хорошая идея со стороны Уэсли Со. Он любит таким образом блокировать позицию. Но сейчас мы видим, что белые пешку Е2 вынуждены защищать вот таким вот скромным способом. Но, с другой стороны, на королевском фланге-то уже не пробраться. Если, конечно... Вообще, Аниша я сейчас уже всего могу ожидать. Может быть, пожертвовать качество на Ж5. Ладья бьет Ж5, где-то врубить со страшной силой, да? Но пока с конем на Д4 есть некоторая проблемка, я бы сказал, да? Все-таки белые собираются здесь взять пару раз с пешкой лишней. Поэтому жертвовать качество за пешку можно. Но все-таки надо-ка тогда, может быть, просто разменяться на С2 и ладья бьет Ж5 и вот так сыграть. Кстати, интересное кино получится. Вот просто взяли на С2, ладья бьет Ж5, взяли-взяли и хотим дальше-дальше H4 толкать пешки. Мне кажется, перспективно... Знаете почему? Потому что белый ферз с H1 вообще никуда не выходит. Ну что, Аниш, бьем на С2 и бьем на Ж5. Вперед! Вперед! Король Е7. Ну хорошо, может быть, неплохое вступление. Я согласен. Король Е7 ход полезительный. Он не повредит. У белых проблема с ферзем. Смотрите, друзья мои, ферз никак не выходит в игру. И жертва качества на Ж5, может быть, пожертвует прямо сейчас. Браво! Аниш, вперед! Вот смотрите, вот начинаем, начинаем, что называется, месить белых. Потом H4 и H3. Ну, Д4, ясное дело, что надо как-то белым пытаться прорваться. Потом еще Е4 белый сыграет. Ну вот мне кажется, что ход H4 как-то позволит припечатать здесь королевский фланг. Ж3. Тоже, кстати, хорошее решение, потому что, видим, черный поляк прослаблен. На Ф3 следует мат два хода. Ферзь Е3, ферзь Ф2. Так, серьезные проблемы у белых, друзья мои. Серьезные. И конь на Ж4 выскакивает. А как защищаться вообще? Я не вижу, как защищаться. Сдавайся. Сдавайся, Уэсли. Ты прихвачен. На ФЕ просто даем шаг на Е3 и мат. Мат там будет неизбежен. Так, ну вы знаете, вот было бы неплохо сейчас выиграть одну партию подряд в шахматы Фишера, чтобы сократить, сократить разрыв счета. Дело в том, что у нас 8-6 впереди в матче. Весли Со вот сейчас он пытается, лихорадочно пытается найти спасение, но не видит его, да? И перед минуточкой, перед игрой по минуте надо, конечно, сократить этот разрывчик, чтобы были шансы. Ну, а в игре по минуте надо играть быстро, интуитивно, но нельзя забывать, друзья, мои, что там есть секунда добавления на ход. Сделал плохое решение, и тогда, тогда соперник в режиме 1 секунда на ход успеет тебя заматывать. Ну что, бьем на Ф2? А что, собственно, церемонится? Потом Конь Ж4 и Ферзь на Ф4 залезает. Мне кажется, просто форсированно выигрывает черный. ЖФ, Конь Ж4 и потом Слон Х2. Да, Слон Х2. Слон Х2, победа! Победа! Потому что на Короле Х1 Конь Ф2, а тут Ферзь Ф4. Ферзь Ф4, сдавайся, Уэсли. Сдавайся. Ну, Ферзя отдаешь, дружище. Ну, как же так? Ну, Конь Е3 еще какие-то. Ну, какие-то совсем, знаете, уже какие-то совсем детские штучки сейчас пойдут. Давай, давай, давай. Аниш, ну что ж ты так... Хорошо, он пытается выиграть максимально чисто. Да, ну я его понимаю. Нет, ну хорошо, сдался все-таки без Ферзя. Итак, молодец Аниш, выиграл. Смотрите, заулыбался сразу. Заулыбался и спрашивает организаторов, что мы сейчас будем делать. А сейчас мы должны немножко отдохнуть, да? Вот, честно говоря, меня удивило вообще сам факт того, что мы шахматы Фишера здесь делаем.